Итак, с чего будем реконструировать город Архангельска? С центра или с окраин? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, откуда нужно начинать реконструкцию города Архангельска? С центра или с окраин? И вот какие результаты мы получили. С центра города Архангельска 50%, с окраин 40% и 10% затруднились ответить. Это и неудивительно, потому что большое количество людей все-таки живет в центре, так или иначе здесь передвигается и больше времени проводит в центре города. Да даже если люди не живут в центре города, они все равно туда регулярно приезжают по каким бы то ни было своим делам. На этой неделе состоялась сессия Архангельского областного собрания депутатов. И какие же интересные вопросы там были рассмотрены? Ну, одним из самых интересных вопросов был вопрос, касающийся установления административной ответственности за нарушение закона о миссионерской деятельности. Это было уже заключительное чтение этого закона. И по предложению общественности штраф был введен максимальный. Теперь за нарушение закона о миссионерской деятельности предполагается штрафовать нарушителей в размере от 3 до 5 тысяч рублей. И теперь наши граждане могут обращаться в милицию, если им звонят по телефону, если им предлагают вступать в какие-то религиозные организации. И если пытаются проводить какие-то беседы без согласия родителей среди детей. Следующий не менее важный вопрос касался депутатских зарплат. Если вы помните, правительством региона было внесено предложение увеличить депутатские зарплаты. Депутаты от этого предложения отказались. Таким образом, было сохранено в бюджете порядка 22 миллионов рублей. И вот в итоге на прошедшей сессии депутаты решили направить эти деньги на социальные нужды. А конкретно на закупку учебников в школы для детей. Предполагается, что данные средства будут поделены между всеми муниципальными образованиями нашей Архангельской области. Городу Архангельску достанется порядка 6 миллионов рублей, городу Северодвинску порядка 3,5 и Новодвинск получит порядка 1,5 миллионов. Остальные деньги будут потрачены на другие районы Архангельской области. Ну и еще одна законодательная инициатива была рассмотрена на сессии областного собрания, поддержанной депутатами. Это закон о запрете коллекторов, о запрете их работы на территории Российской Федерации. Мы довольно много говорили об этом в одной из наших передач, после чего, собственно, и родилась наша законодательная инициатива, которая сейчас будет направлена в Государственную Думу. Суть этого закона в том, чтобы разрешить все долги только через судебный орган. То есть получается, если человек задолжал банку, то банк должен обратиться в суд и после этого передать все это судебным приставам, которые в законном порядке будут взыскивать все долги и никаких коллекторов не потребуется. У нас плодятся различные непонятные организации типа коллекторов, большое количество расплодилось микрозаймов, которые находятся уже на каждой остановке, предлагают взять займы. И между тем закрываются детские спортивные школы. И вот совсем недавно мы узнали, что предлагается закрыть деятельность ансамбля детского россиянка. Да, это очень известный ансамбль не только на территории города Архангельска, не только на территории нашей области. Он лауреат всевозможных премий, всевозможных конкурсов, и количество, наверное, их заслуг можно перечислять в не одну передачу. И тем не менее сейчас коллектив попал в очень неприятную ситуацию, когда его основное помещение ему не принадлежит. Им предложили заниматься в коридоре филармонии, где, собственно говоря, сейчас занимаются дети и подростки. Оно в связи с тем, что филармония, естественно, также проводит определенные мероприятия. И тем не менее в таких условиях предлагается повышение оплаты с родителей. Несмотря на то, что их дети занимаются фактически в коридорах, совершенно в непригодных условиях, с родителей предлагается взимать дополнительную плату. А детей занимается более 200 человек. Поэтому сегодня мы обращаемся к министру культуры Архангельской области с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и не допустить закрытия коллектива и подыскать помещение для занятия ребят. Ну и не допустить, наверное, еще и повышения оплаты за занятия. Потому что все мы понимаем, что непростая экономическая ситуация у нас сейчас. И в условиях такой непростой ситуации поднимать оплату за, в общем-то, людей и детей, которые представляют нашу Архангельскую область на таких известных конкурсах, наверное, очень правильно. И таким образом мы переходим к опросу. Нам интересно ваше мнение. Хватает ли в Архангельской области спортивных и детских школьных кружков? И такие варианты ответов. Да, всего достаточно. Нет, их катастрофически не хватает. И затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы. На опрос, который мы сегодня заявили, можно ответить на сайте Двина Информ. До свидания и всего вам доброго. Всего хорошего, до свидания.